Братья и сестры, я хочу предложить один практический метод благовестия. Может, кто-то им и пользуется, может быть, и нет. Ну, возможно, уже и слышали, но я хочу рассказать об этом очень благословенном служении, в котором могут участвовать все. Все. В книге Иоанна Апостолов, 20 глава, в 20 стихе апостол Павел пишет такие слова. «Как я не упускал ничего полезного, о чем не проповедовать бы, не говорить всенародно и по домам». Обратите внимание, последнее слово – «по домам». Об Иисусе Христе написано, 15 глава, Иоанна, Гляд, Луки. «Он принимает грешников и ест с ними». Опять дома где-то. «Принимает грешников и ест с ними». И я прочитаю более один писание, местописание. Это Евангелие от Луки, 14 глава, 13 стих. «Но когда делаешь пир», а, с 12 стиха, «сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил бы ты воздаяние. «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Братья и сестры, поднимите руку, кто первый раз слышит этот текст Писания? «А кто делает так?» Тоже хорошо. Друзья, но это же Господь сказал, как заповедь. Он не говорит, попробуйте или может быть. Он конкретно говорит, вот делайте вот так. Когда делаешь обед или ужин, или какое-то событие у тебя, пир, то ты... У нас же правило есть, кого мы зовем? Мы зовем родных, мы зовем... Даже из молодежи мы своих зовем, с кем можно поговорить, чтобы интересно было, и все прочее. Круг, какой-то ограниченный круг своих людей. И они меня позовут. Обязательно, а как же без меня? А Господь говорит, вы так делайте, но вы попробуйте по-другому. Вот сделайте, как я говорю. Зовите тех, кого мы не звали раньше. И сделайте для того, чтобы не получить от них что-то, а дать. Что-то им дать. Друзья, и получается, что один из моментов нашего служения для людей – это прием пищи за столом. Как ни странно, но так вот мы находим. Однажды два человека идут за Иисусом Христом. Он поворачивается и говорит, что вы хотите? Учитель, где живешь? Пойдемте. Он бы мог сказать, вот живут в таком-то селении, вот по такой-то улице, такой-то дом. Еще вопросы есть? Да нет. Ну все, до свидания. Нет. Он сказал, пойдемте со мной и посмотрите. И пробыли у него до вечера. Это Иван Глебет и Анна. Первая глава. И пробыли у него до вечера. Друзья, а пробыть до вечера? Ну понятно, что они вкушали пищу, что они общались. Это обязательно. И поэтому вот здесь Господь и говорит, что один из методов хорошего общения, когда располагаются люди друг к другу, вместе трапезу вкусить. Поэтому вот тот метод, о котором я говорю, мы его просто называем домашняя группа. Это, знаете, можно сказать, переходной мостик из мира в церковь. Вот люди не идут в дом молитвы. Зовешь, зовешь, соседей зову. Нет, нет, нет. Попробуй позвать к себе домой. Они же не понимают, почему я их туда зову. Они не ценят того, что здесь есть. У них предвзятое есть мнение свое. Позову я их к себе домой. А когда они у меня побудут дома, ну пусть решают. Смотришь, кто-то и пойдет в церковь. Как бы вот переходной такой мостик из мира в церковь. Друзья, кого приглашать? Кто должен приглашать? И как вообще все это происходит? Я расскажу, как это было у меня дома. Наверное, это мне ближе всего. Да и вам будет понятнее всего. Когда рассказывать теорию какую-то, это одно. А когда я расскажу то, что я пережил, это совсем по-другому. На протяжении двух последних лет я ежемесячно собирал братьев в нашем Краснодарском крае. Примерно 50 человек, молодых братьев, каждый месяц. И мы проводили с ними общение на тему благовестия. И одна из тем всегда была. Это домашняя группа. Я давал задания обязательно, чтобы в течение месяца до следующей встречи делали вот это служение. Самый идеальный вариант, я считаю, каждую неделю, раз в неделю. Но если кто-то считает это тяжело, ну, в две недели раз. Если реже, люди теряются. Итак, мы говорим о том, что надо приглашать людей к себе домой. Кого приглашать? И как приглашать? Как это делал я, друзья? Ну, во-первых, конечно, это мои соседи. Это прежде всего те, которые живут рядом, которых я знаю, которые меня знают. Я живу на одном месте уже больше 20 лет, я там построился. Меня все знают. С соседними отношения добрые, самые добрые, хорошие. Когда кто-то идет, я еду. Я остановлюсь обязательно, подвезу. Вот, обязательно. Чем могу помочь? Стараюсь помочь. Узнал, кто-то заболел. Сходить проведать надо. У кого-то нужда как-то поучаствовать. И люди располагаются. Возле своей калитки я несколько раз делал благовестие. Музыканты, аппаратуру включаю. И соседи идут, они знают. А это у Пети опять вечер там, пойдемте. И собираются 15-20 человек. А рядом вот у меня есть соседи там из администрации, из милиции. Вот, они не приходят. А один мужчина как-то пришел ко мне, подвыпивший, с администрации. Петя, вот вы там поете, играете, я не прихожу. А ты думаешь, я не слушаю? Я выхожу, сажусь на улице под забор и все слушаю. Вот сейчас у меня проблемы. К кому мне идти? К милиционеру идти? Да зачем он мне нужен? Вот я к тебе и пришел. Ага, хорошо. И все равно люди уже, они как бы расположены. Видя нашу жизнь, это очень важно. Поэтому там, где нет с соседями контакта доброго, где ругаемся с соседями, ну, там, наверное, не получится это. Надо жить мирно. И я сначала посмотрел, так, кого я смогу позвать? И я прошелся в каждый двор и сказал, друзья мои, я вас приглашаю к себе на вечер. Я пригласил вот того, того, того я сказал. Вечером посидим, пообщаемся. Вот там у телевизора слушаете. Давайте лучше пообщаемся. И я хочу сказать вам тему нашего общения. Лучше сказать сразу, честно все. Мы порассуждаем о Библии, о Божьем Слове. Вы же знаете, что я верующий. Почему я верю в Бога? Почему мы там поем, играем? У вас вопросы, наверное, возникают. Приходите, пожалуйста. Ну, обычно люди не отказывают. Да, если получится, хорошо, попробуем. Но далеко не все приходят, кого позовешь. У меня напротив, напротив меня, живет брат. Он покаялся уже, наверное, ну, года два. Он член церкви. Лет 50, 50 лет ему. Был пьяница, драчун. Вот, покаялся. Вот пришел я к нему. Определенная работа была. Ты не устал так жить? Устал. Покаяться хочешь? Хочу. Давай помолимся. Покаялся. Через полгода принял крещение. Теперь это мой сотрудник. Мне намного легче. Он всех знает своего круга бывшего, друзей. И его все знают. Это, знаете, такое свидетельство сильнейшее. А Игорь будет? Будет. Ладно, придем. А вот как Игорь, да, как Игорь. Ты хочешь, чтобы мы стали как Игорь? Да, как Игорь. Ну, хорошо, хорошо. Это такая очень хорошая помощь у меня. И еще кого звать? Как звать? Я объявляю в церкви. Братья и сестры, во вторник у меня домашняя группа. Вот, может, у вас есть родственники, которые не едут в дом молитвы, но не прочь пообщаться. Может, вы знаете одиноких людей, которые просто прийти пообщаться, а в церковь в нее не пойду. Поэтому вы мне позвоните, я приеду, заберу. Или привезите сами. И таким образом сразу несколько источников. И у меня собирается, ну, допустим, самомало 4-5 человек. А так 8, 10, 12, а больше и трудновато уже. А вот самое хорошее, 10 человек в среднем, это отличное количество людей для общения. А сколько нас? Друзья, а нас, ну, 3-4 человека, больше не надо. Как бы, если нас будет больше, чем их, мы, ну, немножко будем давить их количеством, они будут смущаться. У меня чаще всего, двоем, троем мы проводим. И то вот Игорь этот, я, ну, еще кого-то позову из братьев. И все, спеть сыграть, я и сам им спою сыграю. Вот. А самое главное, Слово Божие. Самое главное, Слово Божие. Поэтому мы можем в одной церкви, в двух, в трех, в четырех местах одновременно проводить эти общения. Как начать? Вот собраться несколько братьев. Возревновать о этом деле. Давайте мы попробуем. Библейская, первоапостольская метод, который работал, от которого церкви росли. Вот. Пообщаться, где мы сможем. А вот теперь, где сможем собраться? Могут поучаствовать те, кто не проповедует. Какая-то сестра скажет, можно у меня дома. Вот участие сестры. У меня дома, я позову соседок своих, соберемся. Отлично, хорошо. Мы к вам придем в такое-то время, в такой-то час. И вот собирать там людей. Я скажу, друзья, что, ну, как бы не очень просто это, особенно в начале. И самое большое препятствие – себя преодолеть. Вот все свои там вот эти вот какие-то понимания, предрассудки человеческие. Вот это поломать – самое трудное. А потом, а потом оно идет. Значит, попал к нам один человек. Он после зоны освободился. Я с ним переписку. Вернее, по телефону. У них телефон там. Он мне позванивал, все. А он сам с наших мест оттуда. Вышел из зоны, пришел, стал ходить каждую неделю и приводить своих уже людей. И у нас появился такой криминальный круг и нормальные люди. Но, знаете, ни разу не было смущения, чтобы эти порядочные мои соседи, что ты их привел сюда? Они понимают, для чего мы приходим. Они понимают, почему я зову их. Все понимают, никогда вопросов не было. И даже были моменты, когда этот человек говорит, слушай, вот там мой товарищ был. Давай сидим. Мы с ним сидели вместе. Приезжаем. А он опустился до бомжа. Все, бомжует, крыша провалилась, дверь на распашку. Холодно сидит, скрючился дома. Давай, поехали. В машину его привозим. Ну, понятно, открываю форточку, чтобы дышать можно было. Ну, бедная моя жена дома. Это тоже так окна приоткроем чуть-чуть. Но это первая встреча. Потом мы его скупаем. Я его переодену. Уже легче потом. Поэтому, как бы, трудно, как бы, сначала собрать. Но, если мы об этом молимся, переживаем, Бог идет навстречу. В чем преимущество этого служения? Мы позвали, значит, у нас одна уверовала женщина. И у этой женщины дочь, 27 лет. Она позвала на собрание дочь. Ну, дочь так сначала строптивая, противилась. Но пришла. Пришла на собрание, в дом молитвы. Один раз пришла, и больше ее нет. А когда мы домашнюю группу организовали, сестра говорит, можно позвать на домашнюю группу? Конечно. И вот она приехала. Она сидит, говорит, я вот была у вас в собрании, у меня тысяча вопросов возникло. Я приехала домой, вот вы там рассказывали, я в интернете раз-раз-раз. Не все так, как вы говорили. И у меня столько вот вопросов, и у меня больше вопросов, чем ответов. Я решила к вам не ходить. Хорошо. Давай теперь потихоньку разберем твои вопросы. И вот у нас есть возможность спокойно. Она задает вопросы, которые волнуют и остальных. Самые обычные вопросы, которые задают неверующие. И мы общаемся. Знаете, вот первый вечер, она так это все. Ну, в своей такое-то. Второй вечер уже чуть помягче. Но все равно, вопросы. Да, я это вообще не принимаю. Ой, какая, фу! Кровь Христа, жертва, зачем это надо? Третий вечер уже спокойно. А на четвертую неделю, она говорит, вы знаете, я вот ночью просыпаюсь и думаю, а ведь правда же, Бог есть. И я уже начинаю ему молиться. И я думаю, в молитвенном доме она бы не получила ответы на свои вопросы. Все люди разные. Кто-то слушает, принимает веры, а кому-то надо разобраться, некому ответить. Вопрос же не задашь во время проповеди. И человек понимает, сидит вот так и уходит с ношей большой. А здесь прекрасно. Все вопросы можно задать, поговорить. Первые полчаса общения, это ужин. У меня жена приготовит, ну, мы решили так, или плов там, или картошечку с мясом там, лагманчик приготовит. Такое, ну, вкусную какую-то пищу приготовит. Она достает самую лучшую посуду, какие-то квадратные белые тарелки у нее, я не знаю, разной глубины. Поставит на стол, там, вилки, ложки, ножик. Вот, я и сам сажусь, чувствую себя человеком. А тут какого-нибудь привезешь бомжа, он бедный, не знает с какой стороны. Ну, все-таки он сидит здесь. Вот, покушать. И, знаете, первые полчаса у нас ужин и разговор ни о чем. Люди немножко привыкают, так вот общаются. Там и Путина мы вспомним, там и вашего президента, кого угодно можно вспомнить. Разные события, все. Вот, пусть разговаривают, ничего. А когда мы поели, чай поставили, попили, я говорю, друзья, ну, а теперь то, для чего мы собрались. И все понимают, что все это было просто так. Так, это ничего не стоит. Вот сейчас то, для чего мы собрались. Я хочу предложить вам одну тему для рассуждения. И я тогда начинаю излагать приготовленную тему. Друзья, темы самые простые и самые разные. Ну, например, одна из тем. Молитва «Отче наш». Давайте мы прочитаем. Да мы знаем, даже по православному. Ну, отлично. Хорошо, что вы знаете. Прочитаем. Прочитали. Всем Евангелие раздам. Прочитали. Ну, а теперь давайте вот мы разберем эту молитву. «Отче наш». Это чей отец? Иисуса Христа. А Иисус Христос нас учил, что это наш отец. Это мой папа. Ты что, Петя, ты какой твой папа? И начинаем рассуждать. Интереснейшие беседы. Замечательные. Вот. Одна женщина говорит. Вот как будто бы прозрела. Всю жизнь читала эту молитву и не понимала к чему. Вообще не понимала. Вообще, говорит, все перевернулось в голове. Друзья, темы. Ну, например, 22 глава Ивана Лея от Луки. Это я вспоминаю, какие темы. Отец сделал пир для сына своего. И звал. Отказались. Идите, собирайте. У вечных, боли, хромых. И в конце человек не в брачной одежде. И вот начинаю задавать вопросы. Ну, вопросы такие, на которые я чувствую, сразу нет ответа. Сам отвечаю, чтобы неудобное положение не поставить людей, что они не знают. Чувствовать немножко людей надо. И кто такие вот званные? Я говорю, это еврейский народ, к которым пришел Иисус Христос. Они его отвергли, не пошли на этот пир. И тогда он сказал, идите, зовите. Это нас. Правильно. Это мы, вот такие хромые, вечные коллеги. Это мы. А потом человек не в брачной одежде. Интересно, кто это такой? И вот здесь отличный момент рассказать, что мы в своей праведности хотим попасть на брачный пир. А Христос свою праведность предлагает. И Бога устраивает праведность, вот эта одежда брачная, только Иисуса Христа. Наша праведность Бога не устраивает. Как не устраивает? Почему? Мы же такие хорошие. Ну, я никого не украл, не убил. Там все. И люди считают, если он не убил никого, он чуть ли не святой. Все. И тогда мы начинаем рассуждать, в чем наша праведность. А вот соседки мои, они тоже, вот кто-то приходит, соседки, они собираются вечером и начинают там кости перемывать соседям, другим. Ну, как это обычно там. Вот, строится, богатый такой там зависть. И вот начинаем мы рассуждать, что такое зависть, например. Оказывается, это ужасный грех. Страшный грех. От него покоя нет никому. И человек мучится. И другим покоя не дает. Из зависти продали Иосифа, братья. Из зависти Христа продали, убили. Ужасный грех. А мы никогда не думали. Мы думали, убить это страшно. А зависть предваряла убийство. И вот такие беседы прекрасные, друзья. Вот. А потом, вначале мы молимся. И в конце. У кого какие нужды есть? Пожалуйста. И люди говорят нужды. Знаете, друзья. Вот действительно Христос сказал, я с вами. Когда вы на благовестии. У кого есть нужды? Одна женщина говорит. Она недалеко живет. У меня, говорит, муж парализованный. И страшные боли. Кричит день и ночь. Уже лежит он пять лет. И говорит, вот все страшные. Боль у него там в кишечнике. Скорая помощь каждый день приезжает. Ночью не спим. Устали страшно. Я говорю, ну давайте помолимся о нем. Помолились. А потом, я думаю, через неделю я опять ее позову. Схожу, проведу. Я взял там гостиницу немножко. Пришел. Говорит, кричит. Кричит. Я говорю, мы тогда помолимся здесь еще. Я встал на колени перед кроватью. Помолился. Господи. Я ве милость твою. Убери эти боли. И через несколько дней она приходит на домашнюю группу. И она свидетельствует, с той молитвы больше вообще перестала. Ну, болеть перестала. Нету крика. Спит спокойно. Вот молитва это сделала. Друзья, и я понимаю, что вот там Господь. Вот там прямые ответы на молитвы. Идите, проповедуйте. Я с вами. И одна из прекрасных вот таких возможностей, это участвовать в этом служении. Сестричка одна молодая говорит, дядь Петя, я к вам не хожу. Можно я тортик спеку принесу? Да принеси, пожалуйста, хорошо. Моя жена не будет уже печь. Ты спеки. И вот, вот таким образом идет участие в этом служении благовестия, служении домашней группы. Друзья, конечно, основа всего это Слово Божие. Разбор Священного Писания. Прилосил я как-то, несколько раз приглашал мужчину, соседа. Нет, нет, нет. А однажды выпил и со своим другом пришел. А он такой, начитанный всякой ереси, мути всякой. Начитался такой, знаете, религиозной там. Вот. И вышел, заходит он и говорит, Петр, я пришел, но ты не обольщайся. Я сегодня буду тебя учить. Ага. Ну и такое бывает. И вот он начинает. Вот. Ну и такой, знаете, всякую ересь. Ну, например, Сатана, Иисус Христос, это одно и то же. Вот он прочитал где-то. И тут я открываю Библию. Хотя у меня тема приготовленная. Но он такие вот вещи говорит. Я открываю и читаю. Вот идет, князь мира во мне не имеет ничего. Я говорю, Сергей, ты слышишь, что говорит Иисус? Ты говоришь? Или Иисус говорит, кому я верить больше должен? Ну, ладно. А вот ангелы Христос, это одно и то же. Открываю евреям, вторая глава я читаю. Или первая глава в конце. Кому из ангелов сказал Бог? Ты сын мой, я ныне родил тебя. Вот Христос, это Христос, это Божий сын. Ангелы, это ангелы. И вот весь вечер, полтора часа, он каверзные вопросы задавал. А я открывал Библию и читал. А я переживаю. Люди, люди. Я же беседу приготовил, а он не дает. Или его выпроводить больше не придет. Или уже нужно. И вот так вечер прошел. Сергей говорит, слушай, ну ты просто это... Ну, больше нечего сказать. А я к людям обращаюсь. Вы простите, сегодня не получилось у нас беседы. Одна женщина говорит, Петр, ты что? Сегодня мы столько получили. А я думаю, что не получили? Ты же Библию читал сегодня. А, вон оно что. Библия, вопросы, ответы. Как раз вот то, что людям очень важно, то, что нужно. Друзья, ну и еще что. Вот эту домашнюю группу можно разделить на два служения. Одно, это встреча с неверующими людьми. Кстати, вот у нас сейчас человек первый раз пришел на домашнюю группу. Можно сейчас уже крестить его. Ну, уже ждем троицы. На троицу уже вместе со всем будет принять крестину. Совершенно мирской мужчина. Вот, даже сидячий из криминального мира. Покаялся искренне. Вот, через домашнюю группу. Это вот что у нас. Вот, среди мусульман у нас на Кавказе лучшего метода быть не может. Значит, в Сумаите, например, по субботам собираются мусульмане. Они разбирают Слово Божие, Библию. Вот, собираются по 15, по 20 человек каждую неделю. И вот там они вот приобщаются вот к Божьему Слову. И еще при всех законах, которые в России или у вас здесь, при любых законах, дома тебя никто не тронет. Никакой миссионерской деятельности. Спокойно собирайтесь, принимайте гостей, общайтесь. Прекрасно. Закончу мысль. Значит, это общение можно разделить на два, как бы, потока. Одно, встреча с неверующими людьми. А вторая, это встреча с отлученными. Встреча с детьми верующих родителей, которые не ходят в молитвенный дом. Я испытал это тоже у себя. Я сыну говорю, собери. Всех своих друзей. Ему 34 года старший сын. Собери. У вас же сколько их? И знаете, мы посчитали там до 20 человек за все эти годы. У нас три молитвенных дома. Ну, они все общаются, по работе общаются. И собрались. Собрались. Ну, он сказал, что папа придет. Папа просил, что несколько времени ему. И я пришел, друзья. Вот они сидят. Им не надо говорить там, покайтесь там, что Бог есть. Они все это знают. Все знают. Я вернулся с поездки по благовестию. И я им просто рассказал о нашей поездке. О том, как люди каялись. О том, как люди служат с жаждой Слова Божия. О том, как вот грешники и мытарь вперед вас, другими словами, идут в Царство Божие. Я пообщался с ними минут 40 и ушел. Один догоняет меня, обнимает. Дядь Петя, спасибо вам, что пришли. Как хорошо. И я аж вижу, что они волнуются. Они переживают. Просто не обращают внимания на них. И не надо, ну, в церковь не идут. Соберите вечером где-нибудь дома. Вместо какого-нибудь мероприятия собрать их всех дома. Приготовить хорошую беседу. Ужин хороший. Пообщаться. Вот эту любовь на деле. И будет хороший результат. У нас в городе Ростов-на-Дону уже давно проходят такие домашние группы. Среди тех, вот дети верующих родителей или отлученные, уже сколько людей вернулось в церковь. И результат это вот собрание. Воскресенье утром в молитвенном доме не идут. А после собрания утреннего на дому собираются по 30-40 человек на эти общения. Нравится. Там они и молятся. Там они и нужды свои говорят. И потихоньку возвращаются опять в церковь. Вот такой метод. Простой метод. Очень эффективный метод. Метод домашней группы. Кто возревнует? Братья и сестры. Один не сделаешь. Это надо вот собраться как-то вместе. Поддерживать друг друга. И еще что очень важно. Вот можно поговорить. И отложить это в долгий ящик. И все. Очень важно поговорить и назначить дату. Где, во сколько, у кого и во сколько. И тогда уже молиться и работать в этом направлении. Приглашать людей. И Господь будет благословлять. Молодежь может работать в своем направлении. Вот где-то там в молодежном кругу. Собирать мирских друзей. Собирать мирскую молодежь. Друзья, один год мы позанимались с мирской молодежью. Мы с нового года решили, только молодежь. И занимались с мирской молодежью. Звали, приглашали. Осенью мы покрестили 16 человек молодежи из мира. Из мира 16 человек молодежи. Мы просто занимались с молодежью. Вот такой метод. Пополните роды молодежи. Вот через домашнюю группу. Поэтому, друзья, да благословит вас в этом Господь. Нам осталось сейчас помолиться. чтобы Господь благословил это желание, это великое поручение, которое нам дал Господь. Оно настолько великое, настолько и в пренебрежении, к сожалению, потому что дьявол больше всего метит сюда поломать дело благовестия. Но нам надо каяться за это перед Богом и совершать этот труд. И Господь нас будет обильно благословлять. Сейчас мы помолимся об этом, чтобы Господь благословил слышанное, и чтобы это нам в жизни нашей исполнить для славы Божией. Аминь.